Хочешь развиваться и ищешь пассивный доход? Покупай зарядную станцию в компании Автоинтерпрайз, ты инвестируешь тысячу долларов, при этом можешь заработать сто и более долларов в месяц. Покупай зарядную станцию, выбирай классное место, а мы поможем тебе все настроить. Построй свою сеть зарядных станций и управляй с помощью смартфона с любой точки мира. Больше подробностей узнай по телефону или на сайте автоинтерпрайз.com.ua. Удачи! Ребята, всем привет! Сегодня я хочу показать вам два интересных видео, которые прислали мои подписчики и немного рассказать о ситуации в Киеве из последнего ролика, который был на моем канале, о ситуации на ЖД вокзале. Очень много комментариев под видео, это рекордное видео, хочу вам сказать, по комментариям на моем канале. Порядка 10, чуть меньше 10 тысяч комментариев оставили вы, мои подписчики, за что вам большое спасибо. Людей очень сильно возмутила эта ситуация, действительно, ну, завораживает сюжет, честно говоря, даже мне было не просто это пересматривать, потому что, ну, такие неадекваты встречаются очень редко. Значит, на что хочу обратить внимание? Вернулся я из Киева, был я там в том числе, и по этому вопросу написал ряд заявлений, которые, я думаю, будут рассматриваться приличное время, поэтому не ждите скорых результатов по этому делу, будет оно тянуться так же, как и по Борисполю. Значит, что хочу, на что хочу обратить ваше внимание? Не многие из вас обратили внимание на то, что приехал второй патруль, который, кстати, возмутил вас гораздо больше, чем старый патруль со старыми гаишниками, с ними и так все понятно. Приехали новые ребята, которые внешне выглядели примерно так, как нам презентовал господин Аваков, опрятные, молодые, целеустремленные, которые, к сожалению, ничем не помогли, более того, абсолютно бездействовали. Это патруль во главе с Ярошевским. Ярошевский, кстати, тоже очень обиделся на этот сюжет, по всей видимости, потому что пришла жалоба от него на данное видео, он считает, что данное видео затрагивает его личную жизнь. Не знает он, к сожалению, что он является публичной особой, которую можно снимать, фиксировать, я даже сказал, нужно снимать, фиксировать. А все почему? Потому что, как вы могли обратить внимание, данный патруль подъехал к ЖД вокзалу, тоже припарковался с нарушением. Патруль, оказывается, не был в патрулировании. Патруль просто приехал забрать, как таксисты, каких-то ребят, которые тоже на вокзале его ожидали с сумками. Это я заметил уже потом при монтаже. То есть патруль просто приехал для того, чтобы подвезти кого-то. То есть это не полиция, которую она защищает, как мы видели на этом видео, это просто таксисты. Таксисты такие же, которые стоят возле ЖД вокзала и которые оказывают услуги. Значит, с этой ситуацией все понятно. За ней обязательно следите, ребята. Я думаю, что удастся нам до конца довести это дело и наказать и одних, и вторых патрульных, и тех неадекватных таксистов, которые прыгали в этом ролике. Поэтому следить обязательно не пропустите. Идем дальше. Что касается следующего сюжета, который вы сейчас увидите. Хочу, чтобы вы обратили особое внимание на то, как проводят задержания наши полиции. Это видео прислал мне один из подписчиков канала. Ну, на самом деле, посмотрел я его сначала и был не особо доволен я тем, как действует сам человек, который снимает полицию. В полицию он допускает себе не особо, ну, не особо, скажем так, корректный тон по обращению к представителям власти. Также одного из представителей власти он толкает. Но все бы ничего, если бы я не посмотрел видео со стороны с его видеорегистратора на реакцию полиции, как она реагирует в этом случае. И действительно, этот человек был очень близок к тому, что полиция просто бы еще немножко и толкнула бы его под проезжающую фуру, и все могло закончиться гораздо печальней. Не спешите осуждать этого человека, который вел видеосъемку, пока не посмотрите последний сюжет на моем канале, о нем чуть позже. Отойдите от служебного автомобиля. Отойдите от инспектора на 2 метра. Что ты толкаешься? Отойдите от служебного автомобиля. Я еще раз говорю, отойдите от служебного автомобиля. Что ты толкаешься? Вы что, не понимаете меня? Что ты толкаешься? Я хочу стоять здесь. Да здесь нельзя стоять, вы мешаете работе инспектора. А что ты тут стоишь? Потому что вы мешаете работе инспектора. Кому мешаю? Откуда я знаю, что он инспектор? От верблюда. От верблюда? Как ты разговариваешь? Покажи свои документы Что ты долгайся Что ты мне в машину долгайся Что вы делаете Что вы делаете Давай идти на Харевую-20 Ну а теперь, ребята, давайте посмотрим Почему же наш народ так не любит полицию Почему существует это противостояние Когда народ не может найти общий язык с полицией Почему мы всячески пытаемся контролировать Всеми возможными способами наших стражей порядка Это видео, которое вы сейчас увидите Мне прислал мой подписчик с города Кременчук Которое было снято несколько недель назад Давно хотел вам его показать На видео зафиксирована взятка Прямо под балконом Под балконом этого человека Выглянув в окно Он увидел стандартную ситуацию Когда полицейские, кстати, областные В городе остановили водителя большегруза После недолгой беседы Все это дело занимало около пяти минут Водитель полез в фуру Достал денежку, которую передал инспектору Смотрите внимательно Не пропустите По данному факту Человек, который зафиксировал эту взятку Написал заявление Тоже ждет ответа Я думаю, это видео ускорит этот процесс Посмотрите очень внимательно Потратьте четыре минуты свое время Для того, чтобы увидеть Как в 2019 году работает новая Реформированная полиция Кстати, на новых аутлендерах Удачи! Подписывайтесь на канал Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все они работают Субтитры сделал DimaTorzok Ум… Ум… А это ещё не просто полиция, да? Это вообще районники Не знаю, какой смысл от них Воры есть Район, а полиция Которая работает за городом Так они уже даже не имеют право? Ну нет, ну не та полиция. Позетку положим. Деньги управляют. Выравнив. Накрылок протокола. Сказать им, Саша? Не знаю. А что? Давай сюда. Вот, что это проектора? А что это проектора? А сегодня и сейчас если протокол не отправляют. Да. Молодые люди. Полиция, а что вы там протокольчиком прикрыли? Выронила купюра. На видео все видно. На видео видно, купюра упала вам. Отвечаю. Заходите, посмотрим. Хотите видео посмотреть? Посмотрите, увидите себя в новостях, товарищ. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал.